Добрый день, дорогие зрители! Сегодня на православном канале Экзегет мы с вами продолжаем наши беседы. И вот темой для сегодняшней беседы я выбрал такой, может быть, немножко странный вопрос, выбор которого, может быть, кому-то покажется несколько необычным. Это вопрос о том, кто такие оборотни. Ну, не оборотни в погонах, а, так сказать, вот оборотни как такое историческое явление. И вообще, собственно, был ли такой исторический факт, или это целиком и полностью относится к области мифологии, что вот в этот вопрос привнесено, что добавлено человеческой фантазии, что, может быть, действительно имело место. Почему, собственно, такая странная тема была выбрана? Ну, во-первых, потому что сейчас это такой определенного рода, конечно, популярный тренд или бренд, ну, или, можно сказать, просто такой вот, как бы, образ массовой культуры, достаточно широко распространившийся с какого-то момента. Оборотни стали любимцами литературы и кинематографа. Определенную лепту вот внесла американская домохозяйка, в одночасти сделавшаяся знаменитой и весьма прибыльной писательницей Стефани Майер или Мейер, по-разному немного, приводит транскрипцию ее фамилии, которая разразилась в начале двухтысячных годов такой популярнейшей среди подростков сагой сумерки, в которой вот фигурируют, с одной стороны, такие весьма обаятельные, утонченные и изящные в своем кровопивстве вампиры, а с другой стороны, не менее обаятельные оборотни, вот, и масса людей, так сказать, стала как-то вот так увлекаться этими образами, дальше их тиражировать, это дало определенный толчок всяким таким вампиролюбческим и оборотни поклонческим настроениям в других каких-то уже эпигонских таких произведениях литературы и кинематографа, и, в общем-то, как бы оборотни в какой-то момент стали популярны. Что же это такое, откуда они взялись, как они выглядят? Ну, версия Стефани Мейер довольно, надо сказать, забавна, они довольно смешно там это как-то описываются, на мой взгляд, на грани, в общем-то, с бескусием. Стефани Мейер выводит их в образе таких индейцев, которые приобрели способности вот принимать форму волка, причем в прыжке и как средство защиты все от тех же вампиров. Но перед Стефани Мейер стал такой сложный вопрос. Если человек действительно, как она это описывает, на уровне ДНК научился тому, чтобы превращаться в волка, то, куда, например, девается его одежда, когда ему надо из волка обернуться обратно. Ну, не заставит же, воспитанная мормонами в мормонском, с позволения сказать, благочестии, и целомудрия домохозяйка и мать троих детей, не заставит же она своих этих индейцев разгуливать галышом после того, как они несколько раз обернулись туда-сюда, в волков и обратно. Вот. И поэтому был найден весьма оригинальный выход писательницы. Она предложила своим этим индейцам носить с собой, ну, хотя бы штаны, которые они каким-то интересным и не очень понятным для волков способом привязывают к своей там волчьей ляжке, там, ремешком или какой-то там лямкой, и вот разгуливают и бегают по лесам в волчьем образе с привязанными к ноге сложенными штанами, чтобы когда, так сказать, они обернутся обратно в свое человеческое обличие, можно было эти штаны надеть и сраму не наводить на невольных или вольных зрителей этого превращения. Ну, в общем, такие, конечно, оборотни со штанами на лямках, это так все скорее, наверное, можно воспринимать в качестве курьеза. Если от курьезов обратиться к истории, то и к данным этнографии, то мы с вами с удивлением обнаружим, что на самом деле вот такое понятие, как, ну, например, ликантропия, способность человека превращаться в волка и вообще, так сказать, вот эта вот культура оборотничества, она фиксируется с очень таких давних, древних времен и, надо сказать, у большого числа народов и совершенно в разных культурах. О некоем таком племени невров, который по своим обычаям вполне похоже на скифов, пишет еще Геродот, отец истории, в своем сочинении об истории, довольно большая часть которого, надо сказать, посвящена скифам. И вот он этих невров помещает куда-то вот к северо-западу от царских скифов. И отличие, главное, этого племени состоит в том, что его мужчины на несколько дней в год превращаются в волков, а потом становятся опять людьми. Сам, надо сказать, Геродот к этому известию относится, которое он приводит, и относится с таким довольно большим скепсисом, прямо выражает свое неверие в то, что такое возможно, но при этом говорит, что истинность вот этого сообщения ему неоднократно разные люди клятвенно подтверждали, что действительно вот такие странные эти невры, которые почему-то превращались в волков, имели место. И надо сказать, что действительно вот эта такая степная традиция и вот определенного такого взаимодействия человека с волком в качестве такой вот боевой магии, она прослеживается вот на этих территориях, которые достаточно приблизительно, но все-таки обозначает Геродот, она прослеживается в течение очень долгого времени, вплоть до некоторых традиций казачества, которые сохранялись еще к началу XX века. Вот такие вот были элементы, когда человек не превращался прямым образом в волка, но вот устанавливал некую духовную связь с волком и приобретал такой какой-то особенный звериный дух, который впоследствии помогал ему сражаться и вот очень обострял его такое вот воинское чутье. И вот в этом качестве надо сказать, что оборотни довольно часто присутствуют в различных воинских традициях. Наиболее известные, наверное, пресловутые берсерки и чуть менее разрекламированные ульфсерки. Это такие скандинавские воины, у которых вот это оборотничество приобретало ну такую очень своеобразную такую форму. Это, в общем-то, фактически проявление такой боевой одержимости. Люди, которые были берсерками, которые вот приобретали этот дар, который одновременно являлся, в общем-то, чем-то сходным и с проклятием и с болезнью, они отличались совершенно какой-то такой неудержимой яростью в бою, носили на себе медвежью шкуру либо волчью шкуру. То есть, если они были берсерки, то бер – это, понятно, медведь, который носит вот эту медвежью шкуру воин, который себя отождествляет с медведем. Если это ульфсерк, то он носил, соответственно, волчью шкуру. И в бою приходил совершеннейшее такое остервенение, как описывают этих берсерков, что они грызли свои щиты зубами, чувствуя себя просто такими разъяренными животными. То есть, во время боя человек отождествлял себя с вот этой дикой совершенно звериной силой. И надо сказать, что, конечно, такой вот берсерк или ульфсерк в бою стоил большого числа воинов. Достаточно вспомнить, что объединитель Норвегии король Харальд Прекрасноволосый имел, по таким сохранившимся сведениям, преданиям, личную гвардию из 12 берсерков. Этого было вполне достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность короля практически в любой ситуации. То есть, это действительно такая была страшная сила. Надо сказать, что вот вообще вот такая вот одержимость в бою, одержимость нечистым духом или вот в образе, когда это принимает образ звериной какой-то ярости, или просто, так сказать, таким является вселением каких-то демонических сил. Это вообще очень такая распространенная часть древних традиций боевой магии, которая, в общем-то, вполне себе дожила в каких-то видах и до наших дней. В какой-то момент, например, в 90-е годы наши православные монастыри столкнулись с проблемой того, что стали появляться люди, поврежденные вот этими, например, восточными единоборствами. Мне очень памятен такой один человек, который в начале 90-х годов подвязался в одном из таких русских православных монастырей. Он очень так своеобразно выглядел, он был такой невысокий, очень такой жилистый, бывший боец каких-то вот этих там каратэ или, не знаю, какого конкретно направления. И который в результате своих вот этих занятий, увлечений единоборствами приобрел как раз-таки вот такую силу в бою и вместе с ней вот эту самую одержимость. И, видимо, эта одержимость этими боевыми духами в какой-то момент стала ему настолько мешать, что пришлось обратиться за помощью в монастырь. Очень своеобразный был этот человек, он был очень молчаливый. Главным его занятием было то, что он между службами работал в трапезной и главным образом чистил картошку. Он сидел в углу и чистил картошку с такой скоростью, как будто это была просто какая-то машина для этого занятия, для того, чтобы эту картошку чистить. То есть он там буквально за несколько там минут перечищался в мешок этой картошки. При этом он себе под нос постоянно, непроизвольно ругался такими матерными какими-то выражениями. Это же самое с ним происходило в храме. Он стоял где-нибудь в углу и вот непроизвольно время от времени начинал бурчать какие-то такие матерные проклятия. Ну вот таким образом выражалось в нем действие вот этого злого духа. Но я помню такую очень еще интересную картину, которую наблюдал один из романахов этого монастыря, который однажды рано утром вышел по какой-то надобности во двор монастыря, вдруг увидел, как открывается дверь трапезной, оттуда выбегает этот самый Сережа и несется на другой конец монастыря с легкостью, как будто он не касается земли. В руках у него ведро. И романах как-то так задумывается, да он так несется с пустым ведром. А этот вот Сергей добегает до кучи большой снега, лежащей в противоположном углу монастыря. Ни на секунду не задерживаясь, он разворачивается на ходу и вот в этом повороте выплескивает полное ведро грязной воды на эту кучу снега. Ну, видимо, помои, которые он выносил из трапезы. И к недоумению романаха выяснилось, что вот с этой легкостью, практически парящей, человек бежал и нес целое тяжелое большое ведро помоев для того, чтобы выплеснуть. Никакой разницы между тем, когда он бежал с полным ведром и возвращался с пустым, ну, очевидно, совершенно не было. Братья монастыря вспоминали о том, что этот человек мог перепрыгнуть одним прыжком на довольно высокую монастырскую стену. Ну, может быть, конечно, не 10 метров, но достаточно такую большую. Вот такие вот случаи, когда люди пострадали от этих своих даров, вот этой боевой такой одержимости, они встречались. Другой подобный случай тоже был несколько позже, когда в монастырь тоже попал один из таких вот московских бойцов единоборств, который вот рассказывал о том, что всю жизнь, занимаясь каратэ, он однажды вот где-то там в середине 90-х годов стал свидетелем того, как в Москву прибыл один из таких японских сенсеев, которые занимаются этими боевыми единоборствами, этими искусствами в Японии. Ну, один из немногих, кто это делает исключительно профессионально, у кого именно своя школа, и он не совмещает эти единоборства ни с какими другими занятиями. Это основное дело его жизни, что для японцев не совсем характерно, где человек должен работать, а единоборство — это уж, так сказать, его, ну, какая-то там хобби, его какое-то там физическое развитие, просто там дань традиции, ну, то, что он свободно выбирает для себя. Здесь вот человек именно этим занимался профессионально, и он давал в Москве показательные бои, на которые пришел и вот этот вот на тот момент уже крещенный, православный каратист, который вел свою собственную секцию с детьми, довольно молодой еще человек. И вот когда этот японский учитель начал приглашать бойцов на там татами или куда-то, в общем, на это место, где они соревновались, вот этот человек, насколько я помню, его звали Владимир, он так как-то говорит, я даже не знаю, что меня заставило, что-то меня толкнуло. Я вышел для того, чтобы сразиться с этим противником, принять вот этот первый бой, и пока я обдумывал, какую он может провести против меня комбинацию ударов, как я могу защититься и ответить, бой начался и продолжился всего несколько секунд. Учитель единоборств просто дунул на меня, и у меня, говорит, возникло ощущение, что на меня падут сильный такой горячий ветер с песком. Я не успел применить ни одной из каких-то комбинаций боевых этих ударов. Я просто уже лежал поверженный на татами, пока эти там секунды какие-то протирал глаза, в которые, как мне казалось, попал горячий песок. То есть японский учитель показал вот именно ту часть единоборств, которая использует именно магию. Именно вот искусство боевой магии, которое находило себе разные формы, и в том числе форму вот такого боевого оборотничества, когда человек чувствовал себе какие-то совершенно сверхъестественные силы, являвшиеся проявлением такой вот какой-то одержимости, в том числе одержимости духом, как ему казалось, зверя. Но не только такая форма существовала в древности, причем еще сравнительно не в то ли уж какие-то совсем незапамятные времена. Из нашей русской истории мы узнаем, что примерно на вот как раз таки момент, когда Грузь готовилась к принятию крещения, когда туда уже проникло христианство, в то же время язычество еще сохраняло довольно сильные позиции. Одного из наших князей, Всеслава Бречеславича, князя Полоцкого, летопись так и называет князем оборотнем, приписывает ему именно вот такие сверхъестественные способности оборачиваться волком. Так, осознав в какой-то момент, видимо, уже проигрышность той битвы, на которую он привел киевлян, выступив с ними против законного киевского князя Святославича, которого поддержал польский король Болеслав, он не стал принимать бой, а скрылся с места предполагаемой битвы еще до ее начала и в течение самого краткого времени вдруг обнаружился в своих пределах. Летописец, передающий эту историю, был совершенно уверен, что произошло это именно благодаря волчьим способностям, способничеством к оборотничеству князя Всеслава Бречеславича, который вот, закутавшись сумраком в волчьем образе, пробежал расстояние, которое другой не смог бы покрыть за ночь и на коне. Образ Всеслава Бречеславича, видимо, отразился в таком фольклорном тоже персонаже русских «Блин» в волхве Всеславича. Этот волх Всеславич, судя по тому циклу «Блин», которые ему посвящены, также в результате такого обучения этим магическим практикам приобрел способность рыскать серым волком и подниматься в небо быстрым соколом. То есть тоже приобрел способности такого вот оборотничества. Но было ли это все на самом деле? Все вот эти многочисленные случаи, свидетельства, которые сохранили для нас в основном эпические произведения, былины, предания, скандинавские саги содержат очень большое количество материалов, примеров того, что викинги использовали не только свои дары берсерков, но также владели и вот именно таким настоящим оборотничеством и умели принимать образ волка или какого-то другого животного для того, чтобы скрыться от своих врагов или обмануть их чувством. Итак, что же могло устоять за подобными вообще преданиями старины? Буйная ли это фантазия наших предков или это все-таки какая-то реальность? Как ни странно, этнографические и антропологические исследования, которые проводились уже в XIX-XX веках, столкнулись с массой совершенно необъяснимых явлений, в ряду которых стояла как раз-таки и вот встреча с подобного рода странными способностями тех в основном языческих народов, у которых они с ними столкнулись. Например, в Латинской Америке был зафиксирован такой феномен, как Эльбруха, когда латиноамериканские колдуны, мексиканские или южноамериканские, обладали даром оборачиваться в собаку, койота, волка или какое-то такое близкое им существо в своих целях, так же, как могли оборачиваться и ягуаром. И подобного рода случаи были зафиксированы. Но, как оказалось, не только в Южной Америке подобное происходило. В 80-е годы я встречался тоже с историей, которая произошла с одним из наших фольклористов, который на севере Ленинградской области или на границе с Карелией, посещая и собирая этнографические материалы среди такого народа карельского, как вепсы, столкнулся с тем, что прямо на его глазах вепская колдунья начала принимать образ волчицы. То есть прямо перед ним эта вепская колдунья стала превращаться, стала приобретать черты волка, но не закончила эту трансформацию, поскольку сделал это только для того, чтобы вообще преподать молодому исследователю урок и как-то предупредить его против того, чтобы он не лез в какие-то сферы, в которые ему, как человеку городскому, неверующему, незащищенному никакой веры или религии, ни в коем случае вторгаться не следовало. Подобные же, совершенно не вписывающиеся в научную парадигму, примеры происходили и с исследователями, которые занимались изучением дальневосточного или северного шаманизма. Там тоже происходила масса подобных вещей и происходит и по сию пору. То есть за вот такими, казалось бы, давно забытыми преданиями старины глубокой вдруг вскрывается сохранившаяся даже до нашего времени, пускай где-то на окраинах нашей цивилизации, реальность. Как же можно ее объяснить? Может ли человек, сотворенный Богом, вдруг действительно изменить свою форму, свой организм так, чтобы превратиться в волк или в любое другое существо? Как христиане, да и вообще просто так, как, в принципе, здравые люди, мы, надеюсь, мы можем определенно ответить нет. И дело здесь не только в наших каких-то убеждениях, но и в том, что эта наша уверенность подтверждается также многолетними опытами, наблюдениями и традицией. Дело в том, что вот за этим оборотничеством стоит более древнее и широкое такое искусство, искусство колдовское, оккультное, которое состояло в умении обманывать человеческие чувства, наводить на человека вот такую особенную совершенно иллюзию, когда человек начинает видеть все не в действительном виде, не в реальном положении дел, а обманывается всеми своими органами чувств. Безусловно, в основе подобных иллюзий лежит способность нечистых духов изменять человеческое восприятие, изменять человеческое сознание, заставлять человека видеть то, чего на самом деле не существует. Победить подобного рода иллюзию, подобного рода духовную агрессию, как явствует из многочисленных, так сказать, случаев, которые сохранены человеческой памятью, может либо, ну, скажем, человек, который сам обладает и в большей степени подобным искусством иллюзий и, соответственно, силами ей противостоять, либо достаточным уровнем духовной опытности и святости. Очень любопытный пример подобного рода дошел до нас в житиях святых, в житии преподобного Макария Великого или Макария Египетского, как его еще называют. Дело-то происходило в египетской пустыне, и тамошние египетские жрецы IV века, духовные наследники Иоанния и Амврия библейских, которые тоже демонстрировали вот эти иллюзии еще во время таких вот состязаний с Моисеем при дворе фараона, они сохраняли свое искусство вплоть до тех времен, когда в Египет пришло христианство и пустыни заселились монахами. И вот один местный сельский житель, который жил в Египте, как-то перешел дорогу вот такому местному жрецу, египетскому колдуну, который в отместку за это навел вот такую вот иллюзию, такое вот волшебное чарование на его жену. Так что жена приобрела полностью вид лошади. Несчастный человек приходит домой, а в его постели лежит лошадь. Лошадь у него на кухне, лошадь сопровождает его на том месте, где он привык видеть свою жену во всех каких-то делах. И понятно, что это несчастье, которое он воспринимал вполне на веру и вполне серьез, почитая свою жену действительно лошадью, которую он ее и видел, и ощущал. Вот он не нашел другого способа спастись от подобного несчастья, как только надел на свою эту жену в виде лошади узду и эту свою лошадку, которая превратилась в его жена, повел к преподобному Аве Макарию. Еще когда он подходил к монастырю, издали братья увидели его с этой лошадью, что он входит на монастырскую территорию, вышла встречать его, вот эти ученики преподобного Макария, и стали кричать ему «Селянин, зачем ты тащишь в монастырь эту лошадь?» Ну, как мы знаем, церковные правила запрещали ставить в монастырской ограде животных, в том числе лошадей. То есть, и даже ученики преподобного Макария оказались обмануты вот этим искусным наваждением, которое навел на несчастную женщину вот этот вот египетский колдун. Преподобный Макарий вышел, услышав этот шум, навстречу, всмотрелся в крестьянина и спросил его, в отличие от своих учеников, «Послушай, зачем ты надел на свою жену уздечку?» То есть, он, не будучи подвержен силу своей святости, духовной опытности вот тому же наваждению, которому подверглись и несчастный поселянин, и его собственного преподобного Макария, ученики, увидел происходящее в подлинном свете. Он помолился, разрушил это бесовское наваждение, отогнал бесов, которые создавали вот это вот иллюзию того, что женщина превратилась в лошадь, помолился, рассказал этим людям, за какой грех Господь попустил им вот такое вот искушение, объяснил, как им на будущее нужно себя вести, чтобы вновь не сделаться жертвой подобного случая, и, утешив, с благодатью, с благословением отправил их домой. То есть, вот это та реальность, с которой сталкивались и преподобные отцы-пустынники, и, надо сказать, наши миссионеры. Достаточно почитать того же Лескова, чтобы убедиться в том, как зачастую даже священнослужители оказывались жертвами каких-то вот таких шаманских трюков, когда, например, там в повести «На крови света» рассказывается о несчастном протеерее, в которого въехал обоз, как ему показалось. То есть, вот эти вот иллюзии использовались и в боевых, и в каких-то просто таких бытовых целях достаточно широко. Надо сказать, еще в советское время в этнографической литературе довольно много примеров более или менее безобидных проявлений вот таких вот иллюзий, которые наводились людьми друг на друга и обманывали их чувства. Скажем, таким распространенным фокусом в Западной Сибири было умение пролезать через бревно, внутри бревна. То есть, человек, который владел такой вот иллюзией, он подходил к бревну достаточно толстому, и всем окружающим казалось, что он влезает в бревно с одного конца, проходит внутри и вылезает с другого. Сохранились и случаи разоблачения подобных иллюзий, также записанные в виде вот таких вот быличек, этнографами в Западной Сибири. В соответствующие книги по фольклору желающие могут ее там найти где-то там в библиотеке или в интернете прочитать. И вот, когда свидетелем подобного фокуса сделался человек, который также обладал определенными какими-то в этом отношении силами, то он посреди представлений эту иллюзию разрушил, и выяснилось, что человек, который якобы проползал внутри бревна, на самом деле просто полз по этому бревну в то время, как всем остальным зачарованным его искусством, которым он, может быть, тоже каким-то образом воспринял от каких-то там местных шаманов или как-то передавалось, может быть, это в роду, что он на самом деле просто ползет по бревну от одного конца к другому. Итак, мы достаточно уже много рассказали о подобного рода случаях и вещах, но чтобы уже, так сказать, не растекаться и не вдаваться в самые разные проявления вот этих оккультных магических искусств подведем все же итог. Итак, что же такое вот оборотничество? Кто такие оборотни? Действительно ли они превращаются в кого-то другого или остаются людьми? И мы можем на самом деле резюмировать сказанное и сделать определенный вывод. Оборотничество это древнее искусство, связанное с вообще владением с областью боевой магии, которое имело две такие основные формы. То есть либо человек начинал в бою ощущать себя зверем, наполняясь вот такой звериной, неудержимой, неконтролируемой яростью. это была такая одна из распространенных форм духовного что ли оборотничества, которые как раз таки владели скандинавские берсерки и вульфсерки. И подобного рода к сожалению искусство боевой одержимости оно зафиксировано очень у многих народов и встречается и до сего дня в особенности связано это в том числе с распространившимися сейчас практиками употребления так называемых басов боевых анестезирующих средств которые в общем-то тоже делают человека фактически одержимым в бою он не чувствует боль он наполняется яростью его сознание изменяется и в человека просто вселяются нечистые духи которые тоже придают ему вот такие способности но при этом приводит его либо к смерти либо надолго калечит его душу его дух либо же имело место и тоже порой иногда встречается до сих пор другая форма оборотничества как вот такой вот иллюзии когда при помощи владения магии при помощи обращения опять же к нечистым духам вот такой вот оборотень не изменяясь физически сам никоим образом он заставляет всех остальных видеть себя вот в каком-то таком изменившейся совершенно ином на самом деле не свойственном себе виде ну на самом деле конечно вот и это искусство оно себя включает также и тот первый случай о котором мы говорили безусловно это тоже такая форма одержимости и сам человек который практикует подобное он безусловно уже повредил свою душу в тяжелой степени вот проявлениями этого зла который он пустил себя добровольно сделав себя ради приобретения каких-то вот таких сверхспособностей вместилищем также нечистого духа сосудом нечистоты вот этой вот бесовской но что можно сказать братья и сестры по этому поводу если кому-то из нас не дай бог придется столкнуться с проявлениями подобного рода вот тех обманов тех ложных знамений и чудес которые в том числе будут сопровождать собой и пришествие в этот мир антихриста и будут таким несомненным знаменем вот этих вот последних времен то в общем-то понятно что наша с вами защита наша с вами сила которая поможет нам противостоять этим и любым другим духовным агрессиям это конечно наша вера это наше искреннее приобщение с святым христовым тайнам церковной жизни приобщение к молитвенному опыту православной церкви и наши непосредственные с вами просьбы к святым силам бесплотным к молитвам святых к предстательству пресвятой владычице богородице ну и конечно в первую очередь и главным образом к божественной богодатной силе господа нашего иисуса христа силе святой троицы отца и сына и святого духа которая да пребудет с нами среди всех мыслимых и немыслимых видимых и невидимых действительности существующих или ложных опасностей духовных каких-то таких вот бед и ложных знамений нашего с вами времени паси господи внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры